Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня вторая часть про грунты. В общем, спасибо вам большое за то, что вы много пишете. Я не пропустил ни одного сообщения ни в чатах, ни в комментариях под роликами. Отвечу на все вопросы. Вот так резюмировал их вчера, чтобы посмотрел. Еще раз все прогнал, пролистал, посмотрел. И в принципе могу сказать, что все это сводится к вопросам. Это фидерная, применение фидерной рыбалки, как, что и почему, и для чего. Да, в поплавочной теме. Ну и немножко особняком стоят там моменты, как добывать грунт и какие-то такие вот более нюансы уже по ловле. Ну вот, допустим, что у нас. Интересная тема. Давно обещали по вопросам. Расскажите, где брать грунт самостоятельно, как готовить хотя бы в общих чертах для представления. Есть идея покупать в цветочных магазинах. Не знаю, насколько имеет смысл по применению на реках, ну и так далее. То есть, смотрите, по поводу, ну вот, давайте так. Значит, по поводу покупных грунтов. Что сразу, чтобы закрыть эту тему. Значит, грунты, варианта два. Добыча грунтов. Ну, насколько я это вижу и насколько это все из моей практики многолетней складывается. Никаких грунтов в цветочных магазинах покупать нельзя. Первое. Второе. Нельзя добывать грунты на полях. Это второе. Почему? Потому что там удобрения и тому подобное. И это уже многократно проверено. Вот. Этого делать нельзя. Третье. Нельзя добывать грунты самостоятельно там, где могут пописать животные какие-то. То есть, или же какие-то запахи. Это, ну, что-то там вылить могли еще какие-то моменты. Либо там, допустим, вот у нас была история, там сено, сток сена лежал долго, да. Его убрали. И там такой вот мягкий, как будто черноземный грунт оказался. Ребята его накопали. Там какая-то команда, я уже не помню, была. И, в общем-то, пролетели все. Потому что, видимо, от того, что трава там долго лежала, сено, да. Оно пропиталось вот этим запахом травы, этот грунт, да. Вот, ну, уже испорченной травы, да, нижний слой, да, который во влаге всей, ну, всей стоги сена, да. И, соответственно, все это испорчено. Поэтому, либо покупной грунт в рыболовных магазинах, но желательно качественные. Потому что какие-нибудь там непонятные фирмы, ну, не буду никого называть, да, каких-то. Ну, скажем так, бюджетные максимально, да, вот такие фирмы. Их покупать не нужно. Потому что тоже неизвестно, где они как добывают. У меня был случай, что у меня там какая-то известь попала, еще что-то, когда мне вот просто приносили рыбаки. Говорят, Максим, что это за грунт, там непонятно чего-то и так далее. То есть, кто-то неправильным образом их обрабатывает, остается запах и так далее. Поэтому, это первый момент. Второй момент, значит, по поводу добычи. То есть, самый лучший вариант это кротовина, раз. Второй момент, это берега рек, это два. Третий момент, можно в каких-то таких вот не очень солнечных местах. Я часто нахожу очень приятный для меня грунт для работы там, где растет крапива, допустим, в таких низинках. То есть, он получается иногда бывает чуть-чуть с торфиком, совсем немножко, но это все просеивается, да, и грунт остается. Почему мне он нравится? Потому что он получается что-то типа смешанного такого грунта. Он и клеит прикормку как раз на небольших течениях. И в то же время он и мутит. То есть, это не глина, а это именно такой вот суглинок, да. Это и не легкий грунт, ну, грубо говоря, ну, не трофеной, конечно, но, скажем так, легкий грунт, который воздушный, который пылит, который мгновенно шар распадает, да, и так далее. Естественно, песок никакой мы не применяем. То есть, песок, он рыхлит шар и, в общем-то, ничего не делает, и оседает, прикормка отделяется, и, как бы, толка от него никакого нет. То есть, я потратил, наверное, целый год на изучение песка и гальки, да, и думал, что хоть, ну, понятно, что не каждый рыбалку, да, но там я как-то смешивал, на разные места выезжал, там, какие-то варианты с бетаином применял, чтобы подклеить еще песок там. Ну, то есть, не просто там тупо год кормил песком, нет, именно, ну, толку от него нет, могу сразу сказать. Поэтому покупаем либо покупной грунт, либо добываем сами. Очень хороший момент такой, что каждый может найти грунт в каких-то местах. Бывает от кротовин много песка, да, крот же копает не везде, ну, как бы везде, но, как бы, поэтому, соответственно, разный грунт. Поэтому нам нужен грунт, который будет относительно вязким, с небольшим содержанием глины, да, и желательно относительно, ну, в тех местах, где точно никакой, там, никакая собака, кошка не пописала, и, соответственно, никаких удобрений, ничего там не происходит. Поэтому, то есть, либо покупаем, либо заготавливаем сами. Я раньше пользовался, но сейчас, в принципе, продолжаю немного пользоваться. У меня просто осталось от Сенсаса, Терра до Рива и Терра до Сома. Вот, то есть, Сома – это легкий грунт, Рива – это тяжелая земля, тяжелая глина. Суть в том, что, почему мне не нравится, потому что он всегда одинаков. То есть, я знаю, какая будет механика смеси с этими грунтами. То есть, это никакие не понты, что там тратить деньги на французские какие-то там землю покупать, да. Это именно то, что, когда я еду на рыбалку, у меня сейчас из-за работы с каждым годом все меньше и меньше выездов. Поэтому для меня должно быть этот выезд максимально эффективным, чтобы у меня было много рыбы. И поэтому мне нужно всегда предсказуемость, да. И, соответственно, в Сенсасе, в том же самом, в грунтах, да, я уверен, что этот грунт будет, если там написано «глина», то там будет не с углинок, да, в очередной раз там в какой-то, а потом глина. Или там чуть меньше песка, или больше глины и так далее, да. И, соответственно, мне придется уже играться с прикормкой на воде. И могу что-то там... Ну, зачем мне это надо? Поэтому я уверен в том, что там именно такая глина всегда одинаковая. Я знаю, сколько воды уже, как мешать, как и так далее. Поэтому, ну, повторюсь еще раз. У меня есть также заготовленная земля. У меня два варианта. Я беру одну из поляны, такой, в лесу я нашел, где кроты ковыряют, копают. И там у меня грунт средний такой получается по плотности с небольшим содержанием, да, глины. И второе – это практически такой же, как Терадерива от Сенсаса. Это тяжелая глина, которая работает на мощном, на сильном течении и так далее. При том, очень такой важный момент, что глина бывает тоже разная. Я привык всегда красить прикормку. Ну, как правило, часто крашу. Поэтому тот же грунт я выбираю, скажем так, из разных мест, где ту же самую глину или какой-то грунт мне добывать. Где он чернее, там для меня приоритетнее. Дальше. Здравствуйте. Тема ароматизации в применении грунта Хлова и НТС. Хотелось бы подробный отзор. По ароматам грунта я именно, да, эта тема отдельная. Она не очень, в принципе, большая. Но я по ней работаю именно по осени. То есть, суть такая, что я часто осенью кормлю. Бывает так, что грунтом, практически, только грунтом, без прикормки практически, потому что рыба начинает пугаться. Ну, то есть, разные варианты есть почему и как, но и лучше отдельное видео я посвящу этому делу. Дальше, конечно же, тема важная. Не раз слышал о применении грунта Фидере от Нормана и от Димы. Но вы правы, углубленного неба хотелось бы услышать от вас широкие разъяснения для ловли на течении. Глубина 2-3 метра, кушатник глубокий, приемок рыбалка ночью и днем. В общем, смотрите, по поводу Норманда. Тут какой, ну, даже не Норманда, то есть, здесь какой момент. Норманда я знаю лично и, в общем-то, отношусь к нему хорошо тоже как, ну, и как рыболов, и как бизнесмену тоже. Поэтому, скажем так, я думаю, кто любит сенсас, вот давайте так вот с этой стороны подойдем, да, кто любит сенсас и кто покупает его, как вы заметили, что Норманда начал говорить о применении большого количества земли сенсасом, с одной пачкой сенсаса, допустим, килограммы, 2-3 килограмма земли, после того, как сенсас сильно подорожал. Поэтому, в общем-то, причина в этом. Вот, но, в общем-то, кто любит сенсас, почему нет? Ну, имейте в виду, слегка, потому что у меня тоже часто такие вопросы постоянно возникают, что человеку там ловил на сенсас, потом начал 20 килограмма грунта туда добавлять, а ароматика исчезла. То есть, грунт, он хорошо очень забирает ароматику. И поэтому сенсас плюс на килограмм сенсаса, если там 2-3 килограмма грунта, у нас очень скованная будет вариативность изменения механики смеси вот при этой ситуации. Поэтому, скажем так, грунт, он клеит. И вся прикормка сенсаса, она эта качественная, хорошая, отличная прикормка. Я сам ей пользовался раньше, пока вот не перешел на какие-то другие. Я ее знаю очень хорошо. Вот, поэтому я бы все-таки поостерегся, скажем так, для экономии сенсас разбавлять большим количеством грунтов, только если это либо необходимо, либо дополнительно нужно доливать туда что-то из ароматики и тому подобное. Значит, далее. Так, вот такой вопросик. Спасибо за интереснейший материал. Хотелось бы узнать про грунты и фидеры. В конце видео вы расскажете ситуацию, когда поезд стартал за кормом, а рыба появляет активность. Через некоторое время активность спадает, потом точка врубается. Подобная ситуация не раз сталкивалась в зимнее время при ловле фидером на Нижней Москва-реке. Создалось впечатление, что прикормка неким образом убивает точку, пробовал ловить маленькими кормушками. Лучше не остановилось. Как можете прогомментировать данную ситуацию? Что делать, чтобы сохранить активность рыбы? Смотрите, зимняя рыбалка, это немножко не та рыбалка, чем летняя. То есть, от чего это может происходить? Я очень хорошо знаю Нижнюю Москва-реку. Зимой там ловлю часто. Прекрасно понимаю, в чем может быть ситуация. Ситуация может быть в неверном темпе. То есть, вариант первый, пробуйте обязательно, это темповать. То есть, вы забросили, грубо говоря, 6 кормушек, быстренько закормили. Ну, условно, давайте так, стартовый закорм сделали. И дальше у вас пошел клев. Как только чувствуете, что клев чуть-чуть пропадает, вы перезаброс с объемной кормушкой, но не крупной, а средней, да, кормушкой на Москва-реке, там кормить нужно хорошо. Поэтому применение маленьких кормушек не нужно. То есть, там кормится хорошо, если хотите хорошую плотву ловить, будет плотва точно. Вы просто, после того, как закормили и кровь, клев начинает стихать, вы начинаете темповать. То есть, перезаброс через каждый, ну, фактически, там, 30 секунд, минута. То есть, как только прикормка вымылась из кормушки, вы тут же делаете перезаброс, независимо от того, появилась рыбка или нет. Второе. Обязательно делайте поводок длиной примерно полтора метра, если вы хотите на плотву. Вот такие перезабросы, такой активный темп примерно 10-12. Дальше увидите, что будет вновь клев. Я вам практически обещаю это. То есть, берете, допустим, стартовый закорм у вас есть, да, дальше начинает стихать клев, вырубаться, вы на этом стартовом закорме взяли чуть-чуть рыбки. После этого вы начинаете темповать. Как только клев снижается, начинаете темповать. Примерно 10 забросов с перезабросом, неважно, клюнул или нет, втечет там через каждые 30 секунд-минуту. То есть, вот такой 10-12 перезабросов делаете, соответственно, дальше пойдет вновь усиление клева. Как только он опять начинает снижаться, вновь такой-то вот активизируете темп. В период неактивизии, когда вы не темпуете, да, вы, соответственно, перезаброс там 3-5 минут в зависимости от поклевки, грубо говоря. Еще важный момент. Это длина поводка, то есть метра полтора, один мотылик, чтобы он погружался. Обязательно делайте прикормку с лифтингом, это очень важно. Если прикормка будет с лифтингом, то вот этот вариант полутораметрового поводка с одним мотыликом, там, или мотыль плюс опарыш, которая спускается, медленно падает, у вас очень здорово сработает, плотва 100% подойдет. Еще небольшой момент. Прикормка должна быть темного цвета. Обязательно проверьте, если ее красите, что она была действительно с качественной краской, проверьте около берега, посмотрите, как работает шар. Часто бывает так, что краска уходит, да, а светлая прикормка остается. То есть в ведре она темная, а в реальности она там светлая на дне. Либо это же происходит с землей, с грунтом часто. Точность так же это может быть, то есть грунт чуть-чуть обваливается, он чуть тяжелее. Если прикормка более легкая, то, как бы, вот эта вот кучка, она сверху получается светлой. Рыба начинает хвостами его там, когда ходит, разрыхлять, да, разбивать эту горку, и получается у вас такое более светлое пятно. Поэтому, скажем так, мелочь может не подходить. И ты, ну, плотвички там, да, есть хищник недалеко. И третий вариант, это... третий момент. Это подход с того же хищника. То есть если это у вас случается на каждой рыбалке, конечно, это не хищник. Если это там, когда какая-то рыбалка, все хорошо, а какая-то там такие вот провалы один-два в рыбалке, скорее всего, это просто подошел хищник, плотвички, плотва испугалась, мелкий подлещик испугался, они там убежали, да, потом он ушел, вновь что-то началось. Но бороться с этим обязательно темпом. Дальше я вот... вот такой же вопрос был по поводу шаров, ну, по поплавочной ловле. Здесь какой момент? Вот здесь вопрос этот, а я как раз вспомнил ситуацию, которая была в том году, про поплавок. То есть я всегда ловлю двумя составами, ну, на поплавок чаще всего, поэтому так чуть-чуть туда-сюда, да, с фидера на поплавок просто вспомнилось. Людям интересно, я увидел этот вопрос такой же. Вот, и у человека почему-то при закорме двойным закормом, да, вот тяжелым грунтом, то есть шар был тяжелый с грунтом, и более легкий, который быстро распадается, хорошо пылит, воздушный более, да, то есть это отдельно. То есть два состава прикормки. Человек забрасывает небольшая глубина, человек забрасывает два варианта для того, чтобы первый сразу начинал работать, и, в общем, правильно делает, как, в общем, по совету, да, и дальше отрабатывает, и потихонечку рыбка подходит. Вот эта первая партия легких воздушных шаров с активным лифтингом, там, именно привлекает рыбу, она приходит, а для того, чтобы задержать ее, они быстро уходят, работа прекращается, и начинает постоянно работать второй состав прикормки, уже с грунтом, с более обжатыми плотными шарами, да, и рыба стоит, и она их привлекает, потому что по чуть-чуть они, но работают. Суть такая, что у человека, как при таком закорме, почему-то двойном всегда, рыба с... в общем, не было поклевок, то есть рыбы не было. Вот, и мне было это интересно, мы даже с ним встретились, я поехал, взял штекер, вот, и мы на 13 метрах, я вам 14,5 сделал, и суть такая, что у него рыба стоит дальше. Почему так произошло? Этот такой нюанс, он действительно может серьезно сказаться и в фидере, то есть когда кормушка точно опускается, то есть первые стартовые тяжелые шары, они ложатся ближе к берегу, хоть он бросает в одну и ту же точку якобы, но тяжелые шары есть, они ложатся всегда ближе, есть там чем более легкие, они могут и дальше ложаться по траектории, плюс еще они чуть уплывают в сторонку, если там течение есть. И получалось так, что там разница, грубо говоря, там, ну, условно, в глубине там метра полтора, но этого было достаточно, чтобы шары более легкие ушли дальше на глубину, там небольшой свалик еще, да, какой-то, может, укатился, и рыба снизу подходит с глубины и встает, естественно, на шарах более вкусных, более активных и начинает там кушать. А вот проплыть эти полтора, там, грубо говоря, два метра, ну, может быть, да, до шаров с грунтом уже не может, хотя по всплескам человек видит, что он бросает прикормку именно туда, то есть мы с этим разобрались, в общем-то, просто тем, что я скорректировал, рядом встал и скорректировал, что более шары, скажем, ну, с упреждением начал бросать, да, более тяжелые шары, я бросал чуть-чуть подальше для того, чтобы они легли, и все, соответственно, все замечательно уже получилось. Поэтому вот такие вот маленькие нюансы, они, естественно, ну, они бывают. По поводу замешивания. Всегда, смотрите, какой момент, во многих видео, наверное, наверное, ну, я вот краем глаза, что называется, там, два-три открывал каких-то давным-давно еще, и там все пишут, что обязательно переувлажнять прикормку, вот, чтобы она была там сильной, ну, больше, чем надо переувлажнена, и потом вы добавляете грунт, грунт высасывает воду и так далее. Но здесь какой момент, вот смотрите, дождь прошел, вы добываете грунт около своего места ловли. После дождя он и так мокрый, он, да, это первый вариант, то он не так вберет воду, если вообще вберет в себя воду. Второй момент, если это сухой день и грунт сухой, более, то, соответственно, а вы точно так же увлажнили, чуть-чуть переувлажнили прикормку, то он просто у вас все заберет. Соответственно, вам надо будет больше доувлажнять. Поэтому здесь момент, вы, это момент только опыта, да, вы смотрите, как, насколько грунты увлажнены. Поэтому если я пользуюсь такой чуть увлажненным грунтом, я, его можно просушить, когда вы сами заготавливаете его, да, можно, я добавляю немножко консерванта чуть-чуть, у нас от прикормки есть консервант на производстве, поэтому я немножечко добавляю туда, мне в этом отношении проще, рыба не пугается и так далее. Но, скажем так, когда консерванта не было, я его тоже подсушивал дальше в мешки, в гараж, дома, еще где-то, да, для того, чтобы плесени не было, если грунт мокрый попадается, да, по поводу увлажнения. Крайне желательно увлажнять через пульверизатор, потому что если вы прикормку замешали, чуть переувлажнили, грунт высыпали, здесь, кстати, вот опять же отвлекаюсь вновь, в какой момент, нельзя слишком сильно ее переувлажнить, потому что вы получите фактически размокший батон, ну, условно, с прикормкой. Дальше вы туда вольете грунт, да, он на себя воду заберет, да, прикормка будет лепиться, но она не будет так работать, как надо по механике, понимаете, она не будет так распадаться. То есть она там уже полностью будет, вам нужно для того, чтобы, если вы так делаете, обязательно слепите шарик, положите под ноги, посмотрите, как он работает, как он лихтит и так далее. Если прикормка, пузырики идут, если верх частички идут, всплывают, значит, она рабочая, да, значит, все хорошо. Если этого нет, это просто пластилином лежит, значит, спасти ситуацию можно только сухой прикормкой. Поэтому всегда оставляйте в пакете сухую прикормку для того, чтобы в мокрую можно было давать и хоть как-то спасти ситуацию. Да, дальше увлажнение, еще раз повторюсь, не надо выливать ни в коем случае, не выливайте из ведра в прикормку с грунтом воду для того, чтобы доувлажнить, если она сухая получилась, когда грунт выпил воду. Обязательно это делайте либо с поливеризатором, либо, в крайнем случае, из бутылочки, где дырки прокололи там, да, в пластиковой бутылке. И вот так вот, типа вот, душем таким сделали, да. Соответственно, тут же перемешивайте либо рукой, ну что лучше шуруповертом, естественно, с венчиком. Потому что, в принципе, мешаться, скажем так, увлажнение прикормки с грунтом уже это самое сложное, что можно представить, потому что очень велика вероятность ошибки, и нужен быть опыт. Поэтому добавляйте водичку вот в такой ситуации буквально вот по, ну, условно, 30 грамм, по 20 грамм, там на ведро 17-литровое, там пол ведра прикормки, и вот вы добавляете там, грубо говоря, спичный коробок воды, ну, условно, да, и вот перемешивайте. Тут же чуть-чуть подождали, проверили, посмотрели, еще чуть-чуть столько же, чтобы только не ошибиться, потому что перевлажнив, там уже, ну, тяжело будет исправить с грунтом что-то. Вот вопрос еще. Небольшая глубина, река, поплавок, весна. Значит, два варианта прикормки берем. Ну, белая рыба, соответственно, да, ловим. Два варианта прикормки. Это грунт, обязательно с грунтом, то есть примерно килограмм прикормки сухой, мелко, с некрупной фракцией, обязательно. Почему? Потому что весной рыба икриная, она должна питаться только малым объемом корма, но очень питательным. Поэтому это и есть животный компонент. Поэтому берем, просеиваем этот килограмм прикормки, что нам нужно через двухмиллиметровое сито. Отделяем то, что крупную фракцию, что нам не нужно, выкидываем. Дальше берем два килограмма грунта. Можно три даже взять килограмма грунта. Аккуратно все это дело увлажняем. Увлажняем обязательно вначале ароматикой, то есть не водой, а именно ароматикой. То есть я беру много ароматики в этой ситуации. Это вот я вам, скажем так, кто применит, обязательно напишите, я гарантирую, что будет улов хороший. То есть вы просто берете много ароматики, то есть, ну, должно, просто концентрация разная, поэтому я не могу в объемах сказать, в литрах, да. То есть это должно быть так, что если вы его там, грубо говоря, на метре от ведра стоите с прикормкой, у вас эта ароматика очень хорошо чувствовалась. То есть у нас есть такая ароматика, была раньше ракушка, сейчас мы ее перестали производить, но она так воняла, что называется, да, что она просто с ног сбивала даже в трех метрах от ведра. Притом я выключал соседние команды с совершенно легко вот такой ароматикой, с такой прикормкой, с такой мощной ароматикой. Хотя самому даже приходилось иногда отворачиваться, когда набиваешь кормушку. То есть не нужно бояться вони по, скажем так, по реке, не нужно бояться вони по мощной ароматике по лету. Ничего там не отпугнете, это проверено уже многократно. Поэтому чем ароматика больше, мощнее, тем лучше. По весне холодные ароматы самый лучший вариант. Сладкие ароматы пока не нужно применять. Значит, два варианта прикормки. Первый килограмм сухой прикормки, просеянной от крупной фракции. Два килограмма грунта. Если очень сильное течение, можно три. Увлажняйте свой килограммчик прикормки, только на ароматике. Да, льете ароматику туда. Соответственно, если вы увидите, что все перевлажнилось, то есть, должно быть так, чтобы хорошо очень пахло. Дальше уже добавляете грунт и слегка доувлажняете, опять же, желательно ароматикой. То есть, нужно добиться. Если видите, запах мощный и хороший, уже с грунта, с прикормкой, грунт забрал всю ароматику на себя, и все равно прикормка отличная и сильно очень пахнет, то вы, соответственно, можете доувлажнить водой. Но главное не, скажем так, в первую очередь увлажняйте ароматикой, чтобы не получилось так, что прикормка готова, а она почти не пахнет, не хватило ароматики, чтобы этого и ошибку этого не сделать. Вторая прикормка, это более, скажем так, можно сделать один килограмм на два килограмма, на три килограмма, то есть, наоборот, сухой смесь. Эта прикормка будет распадаться быстро, цель ее, для того, чтобы она активно лифтинговала, для того, чтобы она отдавала маленькие частички, которые уходят по течению ниже, и по ним будет подходить рыбка сюда вставать, да, так как это поплавок, то огромными шарами постоянно докармливать мы, скорее всего, ну, я так не делаю часто, потому что в любом случае мы пугаем рыбу, да, и она уходит на какое-то время, часто крев пропадает, шары упадают, потом она возвращается. Чтобы этого не было, мы делаем вот этот вот двойной закорм. Соответственно, берем примерно, ну, условно, там, 12 апельсинчиков, 12 апельсинчиков первого варианта с грунтом, где больше всего, и примерно 7 с грунтом, где один килограмм грунта, и больше, соответственно, сухой прикормки. Соответственно, эта сухая прикормка должна быть с мотылем. В грунт можно тоже ко второй прикормке добавить мотыля. А, соответственно, опарыша не надо добавлять, либо он должен быть только ошпаренный, живого не нужно. Дальше мы закармливаем, только закармливайте так с упреждением, чтобы точно ложились с грунтом шары, должны ложиться чуть-чуть, чуть-чуть дальше, да, от точки немножечко, а шары с сухой смесью, да, чуть-чуть ближе, для того, чтобы они в итоге попали примерно в одну точку. Вот. Ну и дальше, соответственно, вы закармливаете, и цель такая, что она, первая прикормка, да, более легкая прикормка привлекает рыбу своей мощной активностью, дальше она спадает, да, эти шары перестают работать, она просто выстилает дно, соответственно, прикормка должна быть темного цвета, это имейте в виду, и дальше начинает вступать постепенно в работу, удерживая уже рыбу на точке, вот это состав, тот состав, который с большим количеством земли. Соответственно, для того, чтобы не пугать рыбу, здесь такая тонкость существует, потому что более мощный лифтинг, он, естественно, привлекает рыбу больше, она начинает активно клевать, а потом вы заметите небольшую ступеньку, в клеве небольшой спад, потому что те шары с грунтом, они хуже работают, чуть помедренней, по менее интенсивно, и рыбка не так активно начинается. Вот для этого вы можете уже докармливать не апельсинами, а 2-3 мандаринчика бросить. Да, когда вы видите, что первый мощный закорм перестал работать, шары, вы бросаете 2-3 мандаринчика. Эти мандаринчики, они поддерживают вспомогательную функцию первого варианта прикормки, да, которая с грунтом, и, соответственно, и того, что они небольшого размера, они не пугают рыбу. Вот после этого, как вы подбросили, можете не 2-3, а 1 подбросить, допустим, 1 мандарин, либо вы можете подбросить 2-3 прикормки с грецким орехом, с грецкий орешек, для того, чтобы посмотреть, как реагирует рыба. Если вы мандарин 1 кинули, фу, мандарин, да-да, мандарин кинули, и видите, что рыба ушла, и ступенька есть, попробуйте в следующий раз, там через полчасика, грубо говоря, минут через 15, бросить 2-3 с грецкий орешек. И вы видите, если рыба не ушла, значит, соответственно, она не боится, и вы тогда уже темпуете, да, оставляя там все это остается, прикормка, да, вот с грунтом она медленно работает, она может работать там долго достаточно, естественно, да, и не один час даже может работать, вы степень сжатия регулируете, чтобы она очень медленно и долго работала. А вот этими с грецкими орешками вы по чуть-чуть там, раз там в 15 минут, раз можете 1-2-3 кинуть, потом чувствует, чуть-чуть спало, да, опять кинули. То есть и вы рыбу приучаете вот этими всплесками, да, что она перестает бояться, это не огромные камни, там шары с апельсином, прикормки, которые ложатся, та прикормка тоже поддерживает, да, и так далее. Если видите, что рыба не боится, вы кинули с мандарин, но рыбка не ушла, не боится, все замечательно проходит, попробуйте скинуть там 3-4 мандаринки, да, и посмотрите, что будет. Если уходит, многовато. Если, наоборот, клев активизировался, значит, приучайте ее именно к этому докорму, вот в таком виде. Смотрите, видео длинное, буду снимать дальше. Обязательно скажу, что подписывайтесь на социальные сети Телеграм, Вконтакте, Ютуб-канал. Пока акции продолжаются по бесплатным запасным частям, кто у нас покупает, ко всем удилищам вы можете получить запасные части бесплатно 2-6 в год в период действия акции. Когда это все закончится, я пока не знаю, но пока продолжается, поэтому подписывайтесь, покупайте на Multifish. Всего вам доброго, до новых встреч, и следующие выпуски, точно так же по грунтам, будем разбирать тогда уже вот конкретные ситуации. Мне человек написал, давайте по конкретным ситуациям тогда, чтоб не голопом по Европам, да, вот именно конкретная ситуация. И вот будем тогда побольше видео будет, но зато более точечно, прямо вот как сейчас в конце я обговорил, там какой-то момент. Если что-то не нравится, что-то дополнить, улучшить где-то, пишите, да, для меня тоже такой вот формат, когда огромное количество информации, для меня это самое тяжелое видео, потому что я не нужно, вроде что-то я вам говорю, да, какой-то ситуации, я тут же понимаю, что там есть несколько «но», надо в это «но» тоже сказать, потому что вдруг кто-то из вас попробует, не учтет, что-то не получится, да, и я буду себя винить в этом, что я там не проговорил, и поэтому из этого «но» приходится уже в другие дебри уходить, да, опять возвращаться в эту тему, то есть вот только в этом. Поэтому, скорее всего, давайте тогда следующее видео будет прям точечно, там мы ловим, фидерим, условно там осенью или весной, да, на реке и так далее, но выпущу видео как можно побыстрее. Всего доброго вам, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok